Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. Подробности в материале моих коллег. 1900 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. По ним возбуждено 29 уголовных дел. 21 преступления стражи порядка раскрыли по горячим следам, в том числе и резонансные. В поселке Малаховка было убийство. Убийство раскрыто. Следственный комитет проводит проверку с возбуждением уголовного дела. Пять пожаров произошло за отчетный период на территории обслуживания Люберецкого гарнизона. Все происшествия в черте городского округа. И только в одном случае не обошлось без пострадавших. 17 мая в 6 часов 15 минут по адресу Комсомольский проспект, дом 11А, в одной из квартир, произошло загорание личных вещей и мебели на площадь 1 квадратных метр. К сожалению, пострадали два человека. 1998 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения от госпитализации отказался. И гражданка 2004 года рождения с диагнозом отравления продуктами горения доставлена в городскую больницу. Система ЖКХ работала в штатном режиме. Аварий на объектах тепловода, газа и электроснабжения не было. В округе в плановом режиме продолжается замена лифтов в МКД. В этом году предстоит обновить 37 единиц оборудования. Вся работа лежит на плечах управляющей компании ЛГЖТ. Также в многоквартирных домах округа проводят ремонт подъездов. На 2022 год у нас запланировано 146 подъездов отремонтировать. В работе сейчас у нас находится 30 подъездов. Это ЛГЖТ, 29 подъездов, содействие 1 подъезд. И уже выполнены работы по ЛГЖТ. 69 подъездов, управляющие компании, содействие 29 подъездов. В проделанной работе отчитали сотрудники управления благоустройства дорожного хозяйства, а также представители парков, спортивного блока и здравоохранения. В конце встречи глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий представил коллективу своего первого заместителя Владимира Волкова. На эту должность он вступил на прошлой неделе. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.